Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели нашего интереснейшего курса лекций, посвященные просто одной из моей любимой, любимейшей технологии подземного строительства, это струйница имитации грунтов. Мы с вами рассмотрели уже много интересных лекций, прослушали и просмотрели, и какое у нас должно быть оборудование, и какие у нас, получается, можно решать задачи и так далее. А сегодня мы уже сейчас как раз закончим вот эту, так скажем, металлическую часть, то есть то, что было посвящено технологическому оборудованию, и потихонечку начнем переходить в цикл, в свой внутренний цикл, микроцикл лекций, посвященных уже технологическим параметрам струйной цементации. И вот сегодня мы рассмотрим, наверное, наиболее простой вопрос, но который чаще всего встречается. Как же смешать? Не как смешать, а что получится, какие параметры мы получим при смешении цемента и воды, и в каких пропорциях их обычно смешивают. Так вот, начнем мы с такого достаточно простого и распространенного понятия, как водоцементное отношение. Да, мы говорим о приготовлении цементного раствора, который у нас готовится в большинстве своем случае, мы сегодня не рассматриваем никакие добавки, это будет отдельная лекция, это уже такие отгибы этой технологии. Это самый простой вариант струйной цементации. Мы берем воду, берем цемент, смешиваем и давайте рассмотрим, в каких пропорциях мы это сделаем. Итак, мы берем воду и добавляем цемент. И мы с вами посмотрим, что будет, если смешать, например, 100 литров воды и 100 кг цемента. Так вот, водоцементное отношение, это в первую очередь, это есть отношение воды и цемента. В отечественной литературе это обозначается как водоцементное отношение, иногда это тоже самое записывают таким образом, иногда это записывают еще более простым образом. Точно так же в иностранной литературе используются другие буквы. Водок и цемент. Вот это у нас водоцементное отношение, здесь все становится понятно, сколько воды, сколько цемента и их отношение даст нам какое-то число. Поэтому, если мы с вами взяли 100 литров воды и 100 кг цемента, то мы с вами получим водоцементное отношение, равное 1 к 1. Ну а если мы, например, возьмем с вами 80 литров воды и 100 кг цемента, то 80 разделить на 100. А, кстати, в этом случае иногда водоцементное отношение записывается таким образом, просто 1, 0. А если мы с вами возьмем воды 80 литров, а 100 кг цемента, то мы с вами получим водоцементное отношение. 0,8. А если мы с вами возьмем 120 литров воды и 100 кг цемента, то мы с вами получим водоцементное отношение 1 и 2. Ну, я надеюсь, что это понятно, и теперь мы с вами будем абсолютно понимать, что такое водоцементное отношение. И когда я говорю про водоцементное отношение 1 к 1, это значит 100 плюс 100 и так далее. А теперь внимание, самый главный вопрос, то есть вопрос на токам. Вообще интересно, этот вопрос надо вынести на передачу, что, где, когда. Сколько литров цементного раствора мы получим, если мы смешаем 100 литров воды и туда добавим 100 кг цемента? Вот я этот вопрос задавал во многих аудиториях, рассказывая про основные принципы стойной цементации. Вы мне не поверите, что за все время, когда я читаю такие лекции, приблизительно 10-15 лет, я правильный ответ, ну, в течение достаточно доступного времени, 5-10 минут, я правильный ответ услышал только один раз. Хотя в аудитории сидели, ну, всегда достаточно неглупые студенты, неглупые аспиранты, я не говоря уже о специалистах. Это, на самом деле, достаточно непростой вопрос. И мне вот для себя это очень интересно. Отключите сейчас этот видеокурс и попробуйте решить эту задачку. Засеките 5 минут, сможете вы ее решить? Если вы сможете, ну, просто снимите сами перед собой шляпу, напишите мне, я вас поздравлю, представлю и так далее. Но в большинстве случаев люди за 5 минут не решают. Вот, казалось бы, очень простая задача. 100 литров воды и 100 кг цемента. А сколько литров цементного раствора мы получим? При всей простоте этого вопроса, на самом деле, ответ не так уж и просто получить. Ну, для того, чтобы решить эту задачу, мы с вами должны вспомнить материал 6 класса физики. Вообще, для того, чтобы понимать, что такое струйная технология, достаточно доучиться до 6 класса средней школы. Потому что вы получите все знания, необходимые по геометрии, по арифметике, сложению, вычитанию, делению, умножению. И те знания, которые нужны, элементарные знания из курса физики. Никаких высшей математики здесь нет в этой технологии. Вот чем она мне и нравится. Это ее, еще раз повторяю, первые курсы. Это ее автоматизация, легкая автоматизация этой технологии. И очень невысокий уровень знаний, которым должны обладать специалисты. Для освоения технологии не надо заканчивать специальные университеты. Достаточно проучиться в средней школе, и вам будет все понятно. Итак, мы вспомним с вами, что такое объем. И как его посчитать, зная массу и зная плотность материала. Объем. Это есть масса материала, или масса, которая занимает этот объем материала, деленная на плотность. Вот такая простая формула. А теперь давайте эту формулу раскроем уже непосредственно для решения задачи. 100 литров воды и 100 килограмм цемента. Это будет 100 литров воды, которая весит 100 килограмм, деленная на плотность, которая равна 1 килограмм на дециметр кубический. И отсюда мы с вами получим 100 дециметров или 100 литров. Итак, взяв 100 килограмм воды, разделить на плотность, мы с вами получим 100 литров раствора. Ну, это и так было понятно, что 100 килограмм это ровно 100 литров. Это нам нужно было только для учебных целей. А теперь давайте вот эту формулу напишем для цемента. Давайте раскроем эту формулу для цемента. Здесь все гораздо будет сложнее и гораздо неожиданнее. 100 килограмм цемента нужно разделить на плотность. И вот теперь первая засада. А чему же равна плотность цемента? Многие очень часто путают плотность цемента, как бы считая плотность насыпного цемента или в насыпном состоянии. Это неправильно. Мы сейчас говорим о той плотности цемента, что если бы мы взяли все частички цемента, вот что такое в насыпном состоянии, вот частички лежат каким-то образом друг на друге, и между ними являются какие-то поры. А вот если мы сейчас эти частички так плотно упакуем в какой-то объем, сожмем на каком-то суперпрессе, чтобы у нас не было никаких с вами пор, то вот это получится та плотность, которая нас интересует. Вот именно вот эта плотность. Плотность частиц цемента. А где взять плотность частиц цемента? Ну самое простое, это открыть сертификат на тот цемент, который к вам приходит на площадку. Давайте его откроем. И первая неожиданность. А там нет этой плотности. Там есть все. Время схватывания, там гелеобразование, какие-то там сульфаты, там много, там целая страница информации. Но самое смешное, там нету плотности материала. Хорошо, давайте позвоним на завод, на цементы. И спросим. Я вот один раз так попытался сделать, давно-давно, добился, это если не так просто, в лабораторию, на цементный завод, и задавать вопросы, зачем ты, кто ты такой и так далее. Но тем не менее, мне попался очень хороший заведующий лабораторией, который так отнесся к этому вопросу сам с интересом. Он говорит, а знаешь, а вот мы никогда не измеряем плотность частиц цемента. Я говорю, как так? Она говорит, никто не спрашивает, нас никто об этом не просит. Но раз никто не просит, потому мы ничего и не меряем, у нас даже нет оборудования для этих целей. Как так? Я открываю снипы, есть два снипа, которые регулируют там качество, технические условия, методы испытания цемента. Открываю снипы и тоже в них не вижу. Ни одного требования было связано с плотностью частиц цемента. Но для меня это какой-то шок. То есть мы выпускаем материал, не зная одну из основных характеристик любого материала на белом свете. Это плотность. И мы не знаем этой плотности. Я включаю литературу, начинаю смотреть, а что же в этом получится. И ничего нигде не нашел. И только так, где-то в устной беседе, мне один специалист по струйной цементации как раз сказал, что плотность частиц цемента составляет и 3,3 до 3,3. Еще раз, плотность частиц цемента составляет 3,0,3 килограмма на дециметр кубический. Или 3,0,3 грамм на сантиметр кубический. Ну, кому как будет удобнее, кому как будет понятнее. То есть если вы привыкли измерять плотность грамм на сантиметр кубический, то это будет 3,3,0 грамм на сантиметр. Ну, а нас интересует килограмм на дециметр или килограмм на литр. Вот оказывается такой огромный диапазон. И откуда диапазон связан? Мы знаем, что такое цемент. Цемент это есть там клинкер, который готовится путем смешения известняков, глин в каких-то пропорциях. Потом это спекается, потом это размалывается. И курс у нас не посвящен тому, как готовится цемент. Для этого есть другие какие-то более интересные курсы. Нас интересует то, а какие компоненты у нас ходят, чтобы как-то попытаться спрогнозировать, где, в каком диапазоне мы находимся, к какому числу мы находимся ближе. Так вот оказалось, что когда ты начинаешь разбираться здесь, и когда начинаешь смотреть, например, в известняки, то оказывается, там плотностью совсем уже не разобраться. Потому что есть известняки рыхлые, есть известняки прочные, есть известняки какие-то железистые, есть известняки кристаллические. И плотность этих материалов, она меняется в огромнейшем пределе, в огромнейшем диапазоне. То есть плотность известняков, я не буду даже писать, чтобы не застарять этот текст, плотность известняков меняется от 2 до 2,7 грамм на сантиметр кубический. Еще раз повторяю, от того состава, как это известняк, осадочная порода, то ли это скелеты там умерших микроорганизмов, То ли это еще что-то происходит, то ли это какая-то кристаллизация происходит. В общем, там очень сложные процессы, и, наверное, лучше поговорить с геологами на этот счет. Кроме того, известняки и глины, они очень сильно отличаются от того, где мы их взяли. Взяли там в северной части нашей страны, в южной части страны, в Америке, в Южной Америке, в Антарктиде. Где бы мы ни брали эти материалы, мы всегда с вами будем иметь разные составляющие для производства цемента. И, соответственно, будем иметь очень большое расхождение. Но, а раз мы будем иметь расхождение для цемента большое, то дальше нам нужно уже для самих себя понять, а что же мы будем брать. И мы должны с вами понять, что же мы должны будем брать. Я для себя, просто для себя, принял такое решение, что для всех расчетов я буду брать, что цемент составляет 3,0 килограмм. Ну и сразу не на дециметр, а я сразу скажу на литр. 3,0, то есть 1 литр, то есть если так спрессовать в литровую банку этот цемент, плотно-плотно, чтобы у него не было пор, то такая банка будет цемента весить 3 килограмма. Ну и теперь подставляем нашу формулу. 100 килограмм разделить на 3 килограмм на литр, мы с вами получим 33,3 литра. Вот такое интересное соотношение. И теперь вспоминаем, что наш раствор состоял, объем нашего раствора состоял из объема воды плюс объем цемента. Объем цемента, 100 килограмм, в компактном состоянии составит 33,3 литра. Ну понятно, там 3 в периоде, но мы инженеры, мини-физики, нам 3 числа достаточно. Таким образом мы с вами получим 133,3. Я даже и 3 десятых уберу, потому что меня учили в свое время, что в инженерных расчетах достаточно пользоваться только тремя числами. Почему? Потому что все остальное это уже не инженерные расчеты. Итак, еще раз повторяю. 100 литров воды и 100 килограмм цемента даст нам объем 133 литра. 100 литров воды и 100 килограмм цемента дадут объем цементного раствора 133 литра. Вот такое интересное соотношение. Хотя, казалось бы, все легко и просто, но тем не менее, здесь уже были какие-то подводные камни. Ну а теперь, зная массу 100 килограмм и 100 килограмм, зная объем, можно всегда посчитать, а какая будет плотность этого раствора. Итак, чему равна плотность цементного раствора? Если мы 100 литров воды и 100 килограмм цемента, мы с вами смешаем вместе. Что такое плотность? Плотность, это есть у нас не что иное, как масса, деленная на объем. Масса у нас равна 100 килограмм воды плюс 100 килограмм цемента, деленная на объем на 133 литра. И вот здесь получается то число, которое очень часто вы увидите в проекте. Это число составляет приблизительно 1,51. Ну а дальше в чем мы измеряем? Грамм на сантиметр кубический. Или килограммы на дециметр кубический, или килограммы на литры. Но плотность у нас должна быть вот такая. Итак, еще раз, если мы берем ВЦ равное 1,0, то мы с вами всегда получим плотность 1,51, которую требуют от нас очень многие проектировщики, что мы бы контролировали эти параметры в процессе выполнения работы. Для чего мы все это узнаем? Очень часто на площадке приходится решать оперативные задачи. Мы знаем по проекту, сколько у нас килограмм цемента нужен на погонный метр грунтоцементной колонны для ее устройства. И мы знаем, что ВЦ равно 1, 0,8 или 1,2. Вообще говоря, если мы говорим про ВЦ, то как раз это диапазон от 0,8 до 1,2. Это, пожалуй, тот диапазон, за который лучше не выходить. Если мы пойдем вниз, куда-то в 0,7, то все наши высоконапорные насосы, они очень тяжело работают с густыми смесями. Там происходит и износ, и разрыв манжет, и гидроудары, и так далее. Лучше туда не ходить, если вы хотите сберечь оборудование, а работать все-таки в диапазоне не ниже 0,8 ВЦ. А вот в сторону более высоких значений я бы тоже не рекомендовал двигаться, потому что там слишком много воды. Ведь где мы работаем? Мы работаем всегда, как правило, в водненных грунтовых условиях. Но если хорошие, устойчивые грунты, зачем там нужна струнная цементация? Мы, как правило, работаем там, где все в водненод, там слабые свойства и так далее. И туда делать более жидкие растворы, гнать. Ну для чего мы это делаем? Для того, чтобы наши свойства там уже не получатся хорошими. То есть мы заранее будем знать, что мы занизим свои свойства. Но зато мы, конечно, можем, например, увеличить диаметр сваи. Очень часто за счет того, что мы делаем более жидкий раствор при одном и том же расходе цемента, мы можем получить с вами более длинное время обработки. Если мы имеем более продолжительное время обработки погонного метра, то мы с вами получим более красивую сваю, немножко увеличим ее диаметр, она будет ровненькая. Может быть, когда делаем завесу, это очень важно для того, чтобы сваи соединились вместе и так далее. То есть есть какие-то задачки. Но, тем не менее, эти задачи достаточно решать при ВЦ равной 1,2. Дальше туда, в ту сторону, в сторону большего количества воды тоже не надо двигаться. И так наши вот как-то три числа, с которыми я всегда по жизни работаю. 0,8, 1,0 и 1,2 для ВЦ. Поэтому мы с вами рассмотрим три варианта приготовления цементного раствора для трех значений водоцементного соотношения. Итак, возьмем водоцементное соотношение равное 1,0. То есть это когда мы еще раз говорим 100 кг воды, 100 кг цемента, 400 кг воды, 400 кг цемента и так далее. И вот в этом случае объем цементного раствора, как и во всех случаях, будет равен масса цемента умноженной на некоторый коэффициент. И вот этим коэффициентом, вспоминая, что из 100 кг цемента и из 100 л воды мы получаем с вами 133, этим коэффициентом будет равен коэффициент 1,33. умноженную на массу цемента. Вот по такой простой формуле всегда можно определить, если мы возьмем 400 кг цемента, значит цементного раствора будет 520 и так далее. То есть путем умножения мы получим все остальные цифры. А если мы возьмем ВС, равное 0,8, то таким коэффициентом будет равен коэффициент 1,13, умноженное на массу цемента. цементного раствора. А если мы возьмем ВС, равное 1,2, то есть более жидкие растворы, то таким коэффициентом будет коэффициент 1,53, умноженное на массу цемента. Вот, пожалуй, три формулы, которые надо запомнить. Ну и если мы с вами пойдем в более подробные исследования всех этих формулок, то поставляя одно в другое, плотность, объемы, объемы в массы и так далее, и будем рассматривать весь этот процесс, то мы придем к формуле, опуская вывод, потому что его всегда можно найти в технической литературе, и самому посидеть, поупражняться, это очень полезно. Но мы получим с вами такую универсальную формулу. Это водо-цементное отношение прибавить 0,33 умножить на массу цемента. Вот эту формулу нужно для себя иметь, чтобы в голове, чтобы понять, откуда взялись тогда вот эти все значения. Итак, действительно, проверим. ВС равное 0,8 плюс 0,33 будет 1,13 на массу цемента. ВС равное 1, 1 плюс 0,33 получим 1,33. ВС равное 1,2 будет 1,2 плюс 0,33 будет 1,53 умножить на массу цемента. Этого, как правило, абсолютно достаточно для выполнения всех работ и для расчета количества воды и количества цемента при заданном водо-цементном отношении. Все, спасибо за внимание. На следующих лекциях мы продолжим изучение технологических параметров струйной цементации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...